Допустимо ли разрешать женщинам посещать лекции и сдавать экзамены? Вы скажете, что это глупый вопрос, но еще в 19 веке почти все университеты России отвечали на него отрицательно. Общество считало, что русская женщина должна оставаться судомойкой или барыней. Другого не дано. Куда же податься девушкам, желающим учиться? Правильно, ехать за границу. Первой студенткой Цюрихского университета стала Надежда Суслова. Впоследствии первая женщина-врач в России и Европе. Однако и для Швейцарии женское образование не было чем-то обыденным. Сусловой не отказали, но взяли исключительно, чтобы доказать, что учиться наравне с мужчинами и успешно сдавать экзамены женщина не в состоянии. Как же они ошибались? За мною придут тысячи, написала Надежда в дневнике и оказалась абсолютно права. Уже в 70-е годы 19 века столица Швейцарии была переполнена русскими студентками. Местное население негодовало. Дело в том, что русские девушки готовились к вступительным испытаниям отчаянно. Поступившие натаскивали новеньких, поэтому обойти их на экзаменах было практически невозможно. Они с легкостью сняли местных парней-абитуриентов из списка зачисленных. Кроме того, многие из них были анархистками, нигилистками, социалистками. Да и выглядели соответствующе. Короткая стрижка, темная одежда, суровый взгляд. Даже европейцы оказались не готовы к таким вольностям. В 1873 году городская администрация официально запретила русским девушкам учиться в Тюрихе. Но и это не помешало им осуществить мечту. Девицы стали поступать в другие университеты. В конце 19 века русские студентки в Европе составляли 80% от всех женщин-иностранок и большую часть от русских студентов за границей вообще. Что же дало науке и России это паломничество? Такие имена, как Софья Ковалевская, Надежда Суслова, Мари Кюри, Юлия Лермонтова, Надежда Крупская, Вера Баландина и множество других.